На самом деле, на самом пульсе от Mail давно уже есть статья о том, как правильно там писать заголовки для ваших публикаций. И хотя там в целом написано не столько, как правильно писать заголовки, сколько как не нужно писать заголовки, всё же, прочитав эту статью, можно узнать много нового и почерпнуть для себя много нового, и статья, в общем-то, и в целом может оказаться довольно полезной. Другое дело, что я не совсем согласен с тем, что там написано, ну, в большинстве я своим согласен, но некоторые пункты на моём личном опыте говорят мне о том, что всё не всегда и не совсем так, как там написано. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Пульс от Mail говорит нам, что самое главное в заголовке, это сформировать ожидание от статьи, которую человек будет читать, ну и привлечь внимание. В принципе, всё логично, всё правильно, и дальше идёт расшифровка, как это сделать. Первый тип неправильных заголовков, это когда они формируют ожидание, но не привлекают внимания, и там приводится пример с мемами. Когда вы просто пишите в заголовке подборка мемов 20 штук, то есть, собственно, никакой конкретики, технический такой заголовок. Но про это я ещё в видео даже про Яндекс.Дзен говорил, что в заголовке должна быть какая-то конкретика, ну то есть там приводится пример, что ожившие мемы, самые смешные мемы месяца, ну примерно так. И тут, в принципе, я согласен с Пульсом, что в заголовке должна быть кое-какая конкретика, которая раскрывает более-менее, о чём эти мемы, допустим, или о чём эта статья. И второй пункт неправильных заголовков, в принципе, вытекает из первого, то есть слишком загадочный заголовок. Там приводится пример, что он хотел признаться, но она поняла всё без слов. В заголовке непонятно, в чём он хотел признаться, как она поняла без слов. И приводится пример правильного заголовка, где говорится, что три истории пар, которые признались в измене и смогли это пережить. И типа вот второй может сработать, а первый хуже. И Пульс здесь даёт примерно такой же совет, что нужно добавить больше конкретики. Ну то есть в первом случае непонятно, в чём он сознался, а во втором случае понятно, что сознался в измене. С одной стороны, да, тут более конкретно, и вроде как аудитория будет более такая сконцентрированная, понимающая, зачем она пришла в эту статью. С другой стороны, первый заголовок может получить даже больший охват, потому что людей он может даже больше заинтриговать. Тут, наверное, уже всё не так однозначно. И тут у нас как бы мысль в статье раскрывается по нарастающей. Дальше идёт пункт, что заголовок не передаёт содержание статьи целиком. Ну то есть в предыдущем случае, когда заголовок был слегка таким абстрактным, мы могли что-то сами там додумать, но она также могла не оправдать наши ожидания. А тут заголовок не передаёт полностью суть. Ну, как пример, там приводится статья про Ивана Грозного, что мы пишем заголовок формата «Необычные обстоятельства смерти Ивана Грозного», а по факту описываем всю его жизнь, всё его детство, как он взрослел, как он жил, какие приказы принимал. И только в самом конце немного размещаем информацию о том, как он скончался. Вот. Но тут опять всё неоднозначно, потому что если вы напишите статью полностью про жизнь Ивана Грозного и вынесете в заголовок что-то вроде там «Биография Ивана Грозного» или что-то такое, то никто не будет читать эту статью. Вернее, будут, но скорее всего, единицы. Поэтому я, наверное, в корне не согласен с этим пунктом. Если вы пишете статью про какое-то событие, про какое-то сражение, про какую-то там, не знаю, важную историческую дату, то берите самое интересное из неё и выносите в заголовок. То есть я здесь рекомендую делать действия, кардинально противоположные тому, что написано в этой рекомендации. Да, пишите там статью про жизнь, скажем, какой-то известной личности, да неважно, какую статью, и просто берёте самый интересный факт и выносите его в заголовок. Может быть, про этот факт вам придётся, конечно, побольше написать, чем про все остальные, но тем не менее. В статье от Пульса говорится, что читатели, которые зашли к вам на эту статью, скорее всего увидят, что в начале статьи нет информации про этот факт и уйдут. Да, может быть, они уйдут. Но тем не менее, читателей у вас будет намного больше, чем если вы разместите просто банальный заголовок формата биографии Ивана Грозного. Неинтересно. Дальше в Пульсовской статье идёт рекомендация, видимо, навеянная какими-то течениями с Яндекс.Дзена, где обязательно для успешности статьи упоминают каких-то родственников, тёщи, свекрови. И советую, что если данный персонаж, включённый в заголовок, не несёт никакой смысловой нагрузки, ну, то есть, от него можно спокойно отказаться, то лучше от него отказаться. То есть, там, как пример, «Подруга-стилист подсказала дешёвые аналоги люксовых духов». Вот такой там пример. То есть, от подруги-стилиста можно как бы избавиться в заголовке и написать просто о хороших аналогах люксовых духов. Но тут этот совет обусловлен даже, наверное, не тем, что «Подруга-стилист испортит ваш заголовок, и никто не будет читать вашу статью». Как раз наоборот. С «Подруга-стилистом» этот заголовок выглядит так, как будто, блин, экспертное мнение. «Подруга-то стилист, она же стилист, и вот её экспертное мнение нам поможет выбрать». А если человек напишет, «Ну вот, я там нашёл какие-то люксовые духи», там, все скажут, «Ну, нашёл, нашёл, мало ли кто там чё нашёл». И Пульс, по моему мнению, не рекомендует использовать такие заголовки только по одной простой причине, чтобы это всё не скатилось в какой-то вот контентный спам. То есть, заголовки тогда будут выглядеть, как дешёвая жёлтая пресса. Пульс не хочет выглядеть, как дешёвая жёлтая пресса, и поэтому вот такая вот рекомендация вышла. Я не знаю, будут ли банить за такие заголовки, мне кажется, банить-то всё-таки не будут, но это вот такой вот, не сказать, что нечестный, но такой вот желтоватый приём, как увеличить себе вот эти вот просмотры, скажем так. Естественно, Пульсу он не совсем нравится, потому что Пульс борется за чистоту своей площадки, скажем так. Мне самому, кстати, такие заголовки в ленте не совсем нравятся, но что делать? Люди используют. Дальше не рекомендуют использовать слишком много эмоций в заголовках, типа, сердце ушло в пятки, волосы встали дыбом, не советуют использовать всякие клише, типа, навес золота, проще простого, сведёт с ума, пальчики оближешь, туда же отправляются разговорные словечки, словечки, кстати, тоже не рекомендуется использовать, типа, комп, ерунда, задолбали и впихивать. Опять же, как я сказал, уменьшительно ласкательные, типа, банька, колбаски, собачки. Как пример, там приводят один из заголовков про коврики. Типа, плохой заголовок, это коврик стал как новенький, а хороший заголовок, как быстро очистить ковёр. Но тут я с пульсом немножко не согласен, вот в чём. Коврик, это всё-таки, в моём понимании, это что-то такое маленькое, небольшой коврик, который у двери лежит, это коврик. А когда мне пишут про ковёр, то я представляю себе такой советский старый ковёр, который на стены вешали, или посередине комнаты расстилали ковёр. Коврик и ковёр, это всё-таки в понимании российского гражданина, два разных слова, совершенно разных. Тут скорее не уменьшительно ласкательное, а прям просто разный смысл слов. Но, тем не менее, смысл рекомендаций понятен. Не использовать уменьшительно ласкательные. Ну, дальше идут общие рекомендации, типа не использовать капслок, это слова, написанные большими буквами. Тем не менее, аббревиатуры можно, типа НАТО, это нормально. Но если вы пишете, допустим, слово ДЕНЬГИ, полностью крупным шрифтом, это не ок. Точки в конце заголовков не ставятся, об этом тысячу раз говорил, но многие продолжают ставить, я иногда сам по ошибке забываю. Ну и советуют не использовать слишком длинные заголовки, максимальная длина там 120 символов. Ну а теперь, что касается личного опыта, написания заголовков на пульсе от мейл. Я выпускал много роликов о том, как писать заголовки на Яндекс.Дзен. И, в принципе, они, в общем-то, подходят и для пульса от мейл. Единственное, что заголовки на Яндекс.Дзен действительно часто получаются очень длинные, потому что Дзен такие правила, что он требует прям вот там, я не знаю, чуть ли не суть статьи раскрывать. На пульсе, конечно, таких прям жестких правил нет, но, тем не менее, многие приемы оттуда работают. Ну, как бы они работают просто потому, что это общее правило, что там для копирайтинга, что для Дзена, что для пульса, даже на Ютубе многие из этих приемов работают. Но, опять же, есть некоторые нюансы, которые я лично наблюдаю. Это все мое мнение, основанное на моем личном опыте, я могу ошибаться. Но суть в чем? Я заметил, что на пульсе не всегда, вернее, не настолько важно, как прям вот составлен ваш заголовок, насколько важно, на какую он тему. То есть тема все-таки на пульсе чуть поважнее, чем заголовок. Если на Дзене можно на любую практически тему составить какой-то вот интересный заголовок, он привлечет вашу аудиторию, то на пульсе это, скажем так, менее выражено. То есть да, все равно интересный заголовок начнет привлекать больше и больше людей, но если бы на Дзене эта статья была опубликована, там бы она набрала просто огромное число дочитываний, а на пульсе, ну, более-менее умеренно будет набирать, крутиться, и с таким же или даже большим успехом будет крутиться и набирать статья, которая написана на тематику, которая интересна аудитории. Но тематика здесь имеется в виду не какая-то широкая, то есть если у вас канал по истории, это ни о чем не значит, потому что история слишком обширная тема. Вот если у вас какой-то исторический период, который интересен аудитории, и которая сейчас есть на пульсе, то это уже другое дело. Собственно, я не отрицаю, это и на Дзене также работает, просто пропорции немножко разные. Ну и по всей видимости, алгоритмы и Дзена, и пульса работают тоже немножко по-разному. Но я не отрицаю тот факт, что и расстановка слов, и какие слова вы используете в заголовке, тоже очень сильно влияет, потому что я как-то сделал одну такую вот серьезную ошибку. Я брал статьи из Дзена, переносил их на пульс, исправлял ошибки, добавлял какие-то факты и размещал. А ошибка заключалась в том, что я одну и ту же статью взял и два раза разместил. Но поскольку я этого не помнил, то заголовки сделал немножко разные, и статьи крутились очень по-разному. Конечно, тут может быть сказался фактор, что статьи опубликованы в разное время, в этих статьях были совершенно разные правки, но тем не менее факт остается фактом. В конечном итоге я ту, которая менее успешна, просто взял и архивировал, ну потому что нельзя размещать на пульсе одну и ту же статью два раза. Мне об этом, кстати, недавно поддержка написала, потому что я по ошибке на канал про фильмы опять два раза одну и ту же статью опубликовал. Но это случайность. В целом же мои рекомендации касательно заголовков остаются примерно прежними. То есть вы пишете статью на интересную тему. Из этой интересной темы вы находите какой-то интересный факт и выносите его в заголовок. Понятное дело, что обманывать ожидания читателей тоже не стоит. То есть если вы в заголовке анонсировали одно, то статья примерно должна быть в этом же контексте и о том, о чем вы сказали в заголовке. Но бояться добавлять туда какие-то еще факты не стоит. Тот же пример с Иваном Грозным. Ничего страшного, если вы добавите какие-то детали из его биографии. Но в целом в вашей статье, конечно же, должна быть та информация, которая написана в заголовке. И чем больше будет эта информация, которую вы написали в заголовке, тем лучше. Ну то есть заголовок в отрыве от содержания статьи вообще ничего не представляет из себя. Поэтому я рекомендую не просто выискивать какой-то интересный факт и его выносить в заголовок, а писать именно об этом интересном факте. То есть какую-то конкретику. Не полностью бородинское сражение, а какой-то интересный случай из этого бородинского сражения, например. И тогда никаких проблем с заголовками у вас не возникнет, потому что вы и пишете о том, что анонсировали, и анонсируете то, о чем пишете. То есть все складно, все гладко, все хорошо. Если есть по этому пункту какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. На инстаграм тоже подписывайтесь. Пока.